В Кремле под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина прошло 41-е заседание Российского Организационного Комитета Победа. Основной темой Оргкомитета стало проведение в 2020-м года памяти и славы, сохранение памяти и предотвращение фальсификации истории о Великой Отечественной войне. В заседании принял участие губернатор Тверской области Игорь Рудене. Подробности расскажет Ирина Синягина. Основной темой Оргкомитета Победы стало проведение в 2020-м году года памяти и славы, сохранение памяти и предотвращение фальсификации истории о Великой Отечественной войне. Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом. Везде есть свои герои Великой Отечественной войны, фронтовики и труженьки тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу. Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке. В рамках заседания обсуждалось жилищное, медицинское, лекарственное обеспечение ветеранов, предоставление этой категории граждан социальных услуг. В Тверской области принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам до 25 тысяч рублей. По поручению губернатора Игоря Рудене прорабатывается вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной, но и приравненным к ним категориям граждан. Мы приняли решение о выплате единовременно 25 тысяч рублей. И по приравненным категориям сейчас мы ведем работу. Там будет тоже от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от категории ветеранов, дети войны, узники, лагерей. И все эти решения будут приняты до конца текущего года. Это одно, наверное, из немногих действий, которые мы могли реализовать в качестве благодарности. Просто, так сказать, это, я думаю, ничто по сравнению с тем, что для нас сделали наши ветераны. Среди других тем заседания Оргкомитета Победа вопросы, связанные с поисковой деятельностью издания военных книг, рассказывающих о подвигах солдат и офицеров Красной Армии, проведением памятных мероприятий, увековечением памяти героев Великой Отечественной войны. В Верхневоложье идет создание Ржевского мемориала советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и правительства Тверской области. Идею поддержал президент России Владимир Путин, а созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.